Я решил провести вело-баттл и для этого пригласил себе в помощь своих коллег Антона и Артема. Хочу разобраться, какой же велик самый оптимальный для наших дорог? Шоссейный для езды по городу? Горный? Под нашей дороги? Или новомодный электробайк, как у самого Кличко? Недавно моему коллеге Артему Шелковому удалось снять эксклюзивные кадры, как мэр едет на работу. Было бы очень здорово, если бы у нас люди пересели с автомобилей на велосипеды. Велик специальный. Он с электроприводом. Велик обычный. Ничего себе обычный! Цена такого электровелика 4000 долларов! Но стоит ли он этих денег? Я решил провести батл велосипедов. Мы с ребятами практически одного роста и похожи комплекции. А значит шансы в гонке у нас абсолютно равны. С помощью честного жребия решаем, кому же какой велосипед достанется. Я буду тянуть первый. Так. Давай, я вытащу. Ну ладно, а мне уже что-то останется, а то я останусь. Итак, Шелковый вытянул горный велосипед с толстыми шинами. Мне достается городской для езды по ровной дороге. А вот фортуна того подфартила. Он будет тестить электровелик за 2500 долларов. Проверять будем по нескольким пунктам, с которыми ежедневно придется сталкиваться каждому велолюбителю. Начнем с брусчатки. Пока едется нормально. Брусчаточка тут относительно ровная. И я думаю, я так могу проехать достаточно много. А вот Артемке, я смотрю, уже тяжеловато. Ноги ватные, легкие уже наполнились кислородом. Короче, тяжело это, ребята. Антон, а ты, наверное, едешь вообще не напрягаясь. Не едет. Оттуда дымок валит. Так, что ты будешь делать? Ребятки, возвращаемся. Что там? Не едет велосипед, дымится блок питания. И это я еще не проехал даже 15 метров. Я в шоке. И этот новомодный электробайк за несколько тысяч долларов не продержался на площадке и минуты. Ну что, у нас сервис? Ну попробуем, а что делать? Я не вгощу, он килограмм, наверное, 100 весит. Да, донести такую махину до сервиса самому точно не получится. И теперь Антону придется тратиться еще и на грузовик, чтобы это 100-килограммовое чудо к мастеру довезти. Но наше соревнование на этом не закончилось. А мы, Филиппок, поехали. Ну удачи, парни. Потом расскажете, как у вас там кто победил. На очереди следующее препятствие. Заехать на горку. Начинаем наш затяжной подъем. Ну, пока полет нормальный. Это пока, мы же только начали. Я вот посмотрю, что с тобой в конце горки случится. Еще держусь. Ребятки, я пас. Я что-то уже подох и подустал. Филиппка, давай за меня. Ставлю плюс шоссейному велику за легкую езду в горку. Ну что? Следующий этап. Да, как бы печально это ни было, но иногда на пути встречаются подземные переходы с кучей ступенек. Легкий, прекрасный велосипед. Прекрасный. Физические нагрузки точно для меня. И велосипеды приходится не только спускать, но и поднимать. Давай, по пандусам. По пандусам? Да ну. Это для старушек. Я не как старушка, я как молодая мама. Кормящая мать. Оп, как пушиночка. Ты жив там, нет? Сдохнуть можно. Да уж, в этом испытании снова минус горному. Он же весит в два раза больше, чем мой, городской. Блядь, седнычки. А мы тем временем уже подъезжаем к следующей преграде города. У меня-то велик горный, у меня еще как-то оно получится. А у тебя, не знаю. Пока, Филипп, пока! К сожалению, кроме свежеокрашенных велосипедных дорожек, в Киеве встречается и такое. Мой горный велик, в принципе, чувствуется, что для земли-то и больно создан. А несет-то как. Тихо, тихо, тихо. Тебя занесло? Меня. Могу сказать обновь, что для такой местности мой велик подходит, но только мне самому нужно тренироваться. Да. А мне нужно вот такой велик. Да, я здесь явно проигрываю. Мало того, что каждую кочку на себе ощущаешь, так еще и велик погнуть можно. Решающее препятствие – бордюр. С ним не справился даже Виталий Кличко. А теперь попробуем мы. Мэр не справился, мы попробуем. Получилось. Мастер. Немножко сноровки и никакая бровка не страшна. Ну, на самом-то деле, я думаю, что это все просто человеческий сглаз. Вот по-недоброму посмотрели на мэра Кличка, поэтому и упал. Ну, тут мы оба легко справились, так что плюс – обои. Артем, ну что, по моим ощущениям, любые препятствия, которые могут встретиться в городе, преодолимы при наличии достаточной физической подготовки. Даже на таком велосипеде, который вроде бы предназначен для АШС. Я не знаю, мне мой горный велосипед показался сильно медленным. То есть мне хотелось себя всегда догнать, а я не успевал. Но меня волнует один вопрос. Почему новомодный дорогущий электровелик не справился с обычной брусчаткой и сломался на первой же минуте нашего баттла? Чтобы это выяснить, я протестил электровелик по бездорожью. Только начинаешь подкручивать педали и сразу поддает мотор. Но об этом немного позже. А пока узнаю, как нужно выбирать велосипеды и на что нужно обратить внимание при покупке. Обратите внимание на ростовку. Это ростовка XL. Так, XL это я. Да, это примерно как и в одежде. Тоже есть S, есть M, L, XL. Если велосипед будет выбран не по росту, то вы рискуете отбить себе колени об руль, да и уставать будете в два раза быстрее. После того, как определились с ростом, внимательно изучите раму. Если задние перья выполнены не в горизонтальной плоскости, а вертикально, то есть они вот так вот стоят ребром. То они дубовые. Да, они дубовые. Вы когда будете съезжать с бордюра, если не встанете с седла, пятая точка ваша получит не совсем приятные ощущения. Ну и самое главное. Покупать велосипед нужно только после тест-драйва. И по своим ощущениям понимать, подходит вам ровер или нет. Ну и не забывайте про внешний вид байка. Лично я, зайдя в магазин, сразу же обратил внимание на вот этого красавца. Выглядит классно. Такой. Лимузин. Да, однозначно. Правда, стоит такой 26 тысяч гривен. У него очень непривычная посадка. К такой посадке однозначно нужно привыкать. После обычного велика садиться на такой страшновато. Лучше посмотрю что-нибудь попривычнее. Универсальные велосипеды, которые очень сильно любит наш украинский потребитель. Посадка вам, наверное, будет такая удобнее. О, да, более вертикальная. Да, этот гораздо мне ближе. Игорь уверяет, идеальный вариант для города – горный велик. Из минусов – медленный и тяжелый. Но есть альтернатива. 50 тысяч, можно? Да. Но это велосипед карбоновый, с углеволокна. Очень легкий. То есть это не металлический? Нет. Ну, одним пальцем. Но, простите, 50 тысяч гривен? Пластмасска. 50 тысяч за 50 тысяч пластмасска у меня. Скажу сразу, по ощущениям, особой разницы с предыдущим горным за 17 тысяч и этим я не заметил. Так что смысла переплачивать не вижу. Лично я свой выбор остановил бы на стандартном горном велосипеде. Но мне все же интересно протестить электровелик и понять, почему он так быстро сломался в нашем эксперименте. Какую скорость он может развивать? Предела нет. Вопрос, на сколько будет хватать. Батареи. То есть при 50 батарее хватит на час однозначно. А если ехать 20-25, то хватит часов на пять. Стоит такой велосипед немало. Две с половиной тысячи долларов. Зато заряжать его можно просто от розетки. Максимальная скорость, которая была развита на этом девайсе. 73 километра в час. Ничего себе, да это же электромобиль. Забавно, что в Европе, Америке и Китае они запрещены законом. Штраф в тысячу долларов. А у нас на такие девайсы даже права не нужны. Только начинаешь подкручивать педали и сразу поддает мотор. О, так мягко, класс. Да, но по дороге на нем скучно. Даже по такой. Едем по бездорожью. Не понимаю, вроде этому велосипеду не страшны ни ямы, ни горки. Проверено лично мной. Ой, муравейник. Хоть бы что. А наша поломка оказалась случайностью. Возможно, потому что Антон неправильно переключал скорости и двигатель начал барахлить. Единственный минус. Весит такая штуковина больше 50 килограмм. Поэтому, если вдруг сломается, самому в сервис не дотянуть. Из всего, что я сегодня попробовал, это, конечно, просто, ну, вне конкуренции. Поэтому, знаки отличия. Эть. Эть. Субтитры сделал DimaTorzok